Здравствуйте! С вами канал Деревенская Жизнь на Хуторе, Дневник Казачки. И сейчас я хочу вам рассказать, как я тут готовлюсь к своей посевной. Время у нас январь месяц, сегодня, по-моему, 10 число. Как вы видите, у меня тут уже всё идёт полным ходом. Я соскучилась по всем этим вещам. Для начала, вот смотрите, несколько дней назад мы сажали петунию, пеларгонию и бакзамин. Вот у нас одна герань взошла. Герань и пеларгонию, это одно и то же, вы же в курсе, да? Вот одна штучка взошла, сегодня утром я увидела всход. А у меня ничего ещё не готово. И вот мне срочно пришлось включить лампу, которую я вам показывала в том видео, про то, как сеем быстро-быстро пеларгонию, герань и петунию. И мне пришлось там поставить стул, и на этот стул поставить вот эти два горшка, чтобы сеянца не вытягивалась, потому что они вытягиваются очень быстро, с ним не хватает света. В январе, вообще, как я уже говорила, рассаду сажать не рекомендуется, если только вы к этому хорошо не подготовитесь. Потому что в январе недостаточно освещения. И мало того, с таким забегом по времени, вы рискуете к апрелю месяц получить переросшую рассаду. Очень переросшую. Потому что, как вы знаете, помидоры до посадки, рассада должна быть 55-60 дней. Вот и представьте, если вы в январе её посадите, в середине или в января она у вас взойдёт, и в середине марта, по идее, она будет уже у вас вот такая, вы должны её будете высадить. А в середине марта для этого нет никаких условий. То есть мы делаем вывод, что в начале января сажать ничего не надо. За редким исключением. Вот как делаю я. Ну, как бы я для себя решила, что мне это нужно. Вот смотрите, что я буду делать в начале января. Во-первых, я специально притащила сюда вот эти цветы. Это у меня Королевская пеларгония. Это Королевская пеларгония. Она у меня, конечно, очень многострадальная. Вот она туда же бутончики выпустила. Я её в прошлом году, в феврале месяце, списалась с одним коллекционером через Одноклассники. И мне вот эти вот 7 черенков в пеларгонии пришли аж из Саратова. Я ездила в Волгоград встречать маршрутку с этими черенками. Вот они были вот в таких стаканчиках. И, во-первых, они сами такие были, но маленькие. Вот. Я их посадила в горшочки по весне. Они у меня не очень-то росли. В середине лет они у меня стояли на веранде. На них напала бложка крестоцветная. Я её еле-еле вывела. Я её я брызгала несколько раз. Они у меня чуть вообще не съели. Ну, никак вот. Ну, не выводится. Я уже инсектицидами, чем только не травила. В конце концов, вывела. И вот она у меня за азиму, считай, за осень, наконец-то. Вот она наросла. И вот я её почему-то сюда притащила. Я её собираюсь в середине месяца почеренковать. Вернее, даже не в середине месяца. Это будет в ближайшее время. Но я хочу вам показать, как я это буду делать. Как я буду сажать черенки в горшочки. И горшочки у нас будут на фитилях. То есть, почему я это делаю на фитилях? Та рассада, вот, которая черенки, которая влаголюбивая. А у нас что влаголюбивая? У нас петуния достаточно влаголюбивая. Если она будет пересыхать, она у вас плохо будет расти. А нюдь на глазки виола влаголюбивая. Та же самая пиларгония. Она не любит пересыхание почвы. Она как бы держится, конечно, она не умирает. Но она совсем не такая. Она не будет шикарным растением. То есть, черенки будут расти плохо. А когда рассады много, ну, всегда есть такая возможность, что она останется недолитой. И вот я собираюсь посадить вот в такие горшочки, ну, или подобные горшочки, эту рассаду, черенки. И я собираюсь вставить внутрь фитили. Вот если у вас есть время, и если вам попадутся по дороге, когда вы будете куда-нибудь идти, дешевые капроновые женские носки. Они дешевые, они без лайкра. Они прям дешево стоят рублей 15. Но самые простые, вот где такой толстые, толстые нитки, вот трикотажные, вот эти вот, купите. Из них нужно будет нарезать вот эти вот ленты. И мы поставим вот сюда в горшочек. Вот сюда вот выпустим такой фитиль. Вот этот горшочек поставим в более крупную емкость. Но это потом мы разберемся, как это сделать. И она у вас будет рассадой поливаться через фитиль. То есть, по идее, вы ничего делать не будете. Вы вот нальете в этот горшок воды. И она у вас рассада будет пить сама. Она всегда будет в хорошем состоянии. Вот этот вот фитильный полив я, знаете, где научилась. Я мало того, что я выписала в том году вот эту пеларгонию с Саратова. Я еще ездила в коллекционеры в Волгоград. И покупала у нее фиалки сортовые, красивые всякие. И вот у нее, у этого коллекционера, все вот эти вот фиалочки, это, кстати, горшочек от нее. Вот они все росли на фитилях. Единственное, что у нее был стеллаж. Вот эти вот горшочки, они стояли в одноразовых стаканчиках. Вот так, засунуты. И тут был фитилек. Одноразовые стаканчики неустойчивы. Понимаете как? У нее, может быть, там стеллаж так стоял в отдалении, они у нее никуда не падали. А у меня они постоянно куда-то валятся. Потому что пластиковые стаканчики, еще раз говорю, неустойчивые. И это неудобно. Если вот я для себя подумала, что если делать вот такой фитильный полив, нужно вот эти вот штучки ставить на какую-то вот подставку, а потом уже опускать. То есть вот несколько штук, вот таких горшочек с фитилями, пусть они стоят на какой-то картонке с дырками. А фитили уже вот в какую-то емкость. Но это мы потом придумали, как сделать. Сегодня я была в магазине. И вот я купила вот такие емкости в рассаду под свою. Вот эта штука стоит 8 рублей. И потом сейчас вот, между прочим, недавно появилась. Я не знаю, может где-то это давно есть. А я вот такого не видела. Смотрите, какая кассета. 128 штук крышков для рассады. То есть для той рассады, которая потом подлежит пикировке. Единственное, как я понимаю, грунт сюда не сходить. Какой надо. Вот я так думаю, знаете, какой грунт? Здесь должен быть обязательно не тяжелый грунт. Я вот купила грунт фирмы Фаско. Универсальный. И я вот посадила вот эту герань, пиларгонию, петунью в него. Вы знаете, я не очень довольна. Какой-то он все-таки, мне кажется, тяжеловатый. В нем мало волокон торфа. А надо, когда вот в такие вот кассеты сажаешь семечки, надо, чтобы потом, когда ты будешь вытаскивать, чтобы на этих мельчайших корешках был вот этот грунт, чтобы он не оставался вот в этих кассетах. То есть он должен такой вот рыхлый быть. По типу, знаете, может кто-то брал кокосовый субстрат. Но там в кокосовом субстрате ничего нету. А вот если хороший есть грунт, я же говорю, вот с этими прожилками торфа прямо. Я сегодня купила на пробу совсем другой грунт. Вот мы сейчас посмотрим потом. И вот я еще про одно растение забыла вам рассказать, которое я тоже хочу очеренковать вот прямо в ближайшем будущем. Вот смотрите. Это корейские хризантемы шаровидные. У меня тоже есть видео, как я их покупала. Ссылку я на все видео, про которые я упоминаю, оставлю внизу, под этим видео, которое вы смотрите. Вы можете посмотреть. Я их покупала в цветущем состоянии по 100 рублей горшочек. И по идее их нужно было, когда они отцвели, их надо было поставить в подвал. Но вы знаете, они долго у меня отцвели, до самого декабря, чуть ли не до января. И пока они расцветали, от них отросли вот такие вот, вот такая поросль. Понимаете, ну я же не засуну в подвал вот горшок с такой порослью. Мне пришлось оставить вот на прохладном окне. Я у них недавно оторвала верхушки, чтобы они дальше не кустились, потому что, ну мне не нужны такие вот вытянутые кусты, опять же, в январе месяце. А теперь, я думаю, я их попробую почеренковать. Я оторву вот эти вот верхушечки с междоузлями. Вот здесь он пусть кустится, этот кустик. Может быть, вот эти маленькие отрастут. Так что это мы тоже будем черенковать. Кстати, вот смотрите, как я теперь содержу фиалки. Вот они не цветут пока. Вот я их просто поставила в такие контейнеры. Я еще раз говорю, потому что стаканчики одноразовые падают, а вот это не падает. И я просто поливаю их. Вот там, если набирается вода, то я потом вот так переворачиваю и выливаю. Вообще, это, конечно, неудобно. Фитильный полив гораздо удобнее, потому что фиалки, они очень легко пересыхают. Как бы вот в таком горшочке, представьте. Ну, очень быстро пересыхает грунт, тем более, что здесь половина горшка занимает дренаж керамзитный. Так, ну и ладно, про черенкование это скоро будет. Как бы в середине января мы это делаем. Я, во всяком случае, собираюсь делать. А сегодня я была в магазине. Я хочу вам похвастаться, что я накупила. То есть, что мы скоро будем сажать. Во-первых, я вот думаю, что вот в эти кассеты мы посадим помидорную рассаду, вот которую я показывала. Вот помидорная рассада. Но сейчас, опять же, сажать их рано, потому что к началу марта она уже будет большая. Но как бы я не хочу посадить, а потом выкинуть. Слуз с лишним корней я пристроить уже никуда не смогу. Хотя я уже приготовила лампу для подсветки, приготовила стеллажи, измерила температуру на окнах. Вот здесь сзади меня окно, на нем 15 градусов. И выходит она на север. То есть, здесь подсветка строго обязательно. Есть еще окна, которые вот выходят туда, на юг. Там, естественно, температура теплее, там тоже будет подсветка. В общем, я могу переставлять саженцы. Прохладнее или потеплее я могу им выбирать режим, который у них будет. Вот смотрите, во-первых, я купила петунию в розовых томах. Мне очень нравится. Мы ее тоже будем сажать прямо в ближайшем будущем. Вот эту петунию Валентины я сажаю каждый год. Но вы знаете, за редким исключением я бросила сажать рассаду, как бы выращивать. Потому что мне некогда, некогда. И я вот в этом году собираюсь опять этим заняться. У меня уже мои домашние сказали, о, вот и опять понатащила всех кассет. Как бы я все это могу, но так как у нас хозяйство, я это забросила. Дошло дело до того, что я предпочитаю купить. Вот не возиться вот с этим совсем, а по весне я покупаю. Вот я также купила ромашку аптечную, потому что, вы помните, я сажала просроченную ромашку. Но думаю, вдруг она не взойдет, а я уже настроилась, что она у меня на огороде должна быть. И вот я купила нормальную ромашку, тоже посеем. Потом мне кто-то, значит, посоветовал эустому. Вы знаете, я ее выращивала, эустому. Я не люблю вот такие цветы, долгоиграющие. Потому что она эустому, ее посадишь, и она на месте стоит, ну, прям буквально несколько месяцев. Уж очень медленно она нарастает. Не знаю, но я ее, конечно, посажу, потому что цветок все-таки красивый. Но вообще я ее так не особо люблю. Вот. И я вообще, я лично больше люблю многолетники. Как бы, ну, хорошо, когда этих эустом много. Или в каком-то таком она месте. Одно растение, оно не смотрится. Надо, чтобы была какая-то полянка. Понимаете как? А так, как у меня есть королевские ирисы. Там всякие гофрированные, очень красивые. Лилии, много роз. Понимаете, вот эти вот однолетники, я просто не знаю, куда их приткнуть. Но это не значит, что их не надо выращивать. Я вот единственная, я очень люблю лабелию. Я вот даже думаю, вот в эти кассеты, которые я показывала, где 28 штук, возможно, я посажу лабелию. Потому что вот когда предлагают их пересаживать пучками, ну, вы знаете, как она всходит. Она всходит вообще как кресло-салат. У нее такие нежные, дохленькие кустики, что вот так по одному его взять и воткнуть куда-то, вот пересадить, ну, в принципе, проблематично. И вот везде рекомендуют, говорят, вы пересаживайте их пачками, прямо так, пучок берите и сажайте. Но я вот не люблю сажать пучками, потому что все равно там будут растения, среди них ослабленные. И вот надо вот среди этого пучочка, когда если он сидит слишком густо, нужно выбрать одно растение, которое более-менее покрепче, и вот посадить. А если сразу, я так думаю, посадить вот в такие кассеты, то, естественно, они уже не будут загущены. И как бы она тоже очень медленно нарастает, вот лабелия, и она не слишком кустится. То есть она, вот в этих кассетах, она друг друга затенять не должна. Я, может быть, для этого ее не использую. То есть сейчас в январе я посажу лабелию. Она у меня месяца полтора прорастет. Здесь к тому времени, как ее придется пикировать, я ее отсюда удалю, и буду использовать эту кассету второй раз, например, под помидор и под перец. Вот, еще сегодня я купила вот такие маргаритки. Маргаритки я тоже очень люблю, но у нас их нет. Нигде они не растут, потому что у нас сухо. Я, знаете, видела, где мы в 90-х годах жили в Одессе целых два года. И вот там у них Аркадия, пляж Аркадия, там высажены были ранней весной вот эти маргаритки. Это было так красиво цветущее. Я вот не знаю, мне вот это запало. Вообще Одесса очень красивый город. Он такой солнечный, мне он очень нравится, если кто-то смотрит. Привет, Одессе. Вот. И вот с тех пор, как вот эти маргаритки запали в душ, хотя у нас здесь вот они не растут, у нас сухо. Вы же понимаете, вот городская область, ну, здесь не условие для маргаритки. У нас хорошо петуния растет, потому что она неприхотливая. У нас хорошо бархтцы всякие растут. Вот. И, короче, я пробовала выращивать маргаритку. Если вы хотите получить цветущее растение, растение вот к весне, к этой весне, вы должны сажать ее сейчас, сеять. Но нужно предусмотреть, потому что она очень наращивает вот эту вот свою зеленую массу листьев. У нее очень такая вот хорошая корневая система. То есть я вот как сейчас помню, у меня была петуния рассажена в таких горшках, и была вот эта маргаритка. Поливала я их как бы, ну, по регулярности одинаково. И маргаритка все время пересыхала, у нее листья вот эти подвидали. И она к моменту, вот, наверное, ну, я не знаю, к мае месяцу, она вполне у вас куст займет, вот один куст займет, вот такой горшок, он вполне может занять. Тут будет такая богатая розетка листьев, будет много цветочек. Если вот вы хотите это получить, ее нужно сажать именно сейчас и мучиться. Вот это время, пока, пока как бы нужна подсветка, нужно все вот это, нужно с ней, конечно, уделить ей большое внимание. Еще я сегодня купил флокс, вот такой, однолетний. Опять же, знаете, у меня у бабушки были флоксы многолетние. Я никак не могу их у себя развести, потому что, опять же, флоксы, для флоксов у нас слишком сухо. Им нужно создавать специальные условия, к чему я вот не всегда готова, потому что мне не хватает на это время. И еще просто мне понравился цикламен. Я попробую посадить цикламен. А это тоже, знаете, как в память, когда мы жили в городе, у нас были цикламены, а сейчас у меня их нет. Вот я попробую вырастить из себя. Лабелия, вы знаете, чем мне нравится лабелия? Я ее вообще обожаю. Но мне нравится именно не ампельная, а вот пустовая лабелия. Я специально выискивала сегодня такая, чтобы она была набивная, вот у нее 20 сантиметров высота. Она очень хорошо создает фон для тех же самых роз. Если правильно подобрать цвет, вообще розы, как цветы, они не любят никакое соседство. Вот вы обратите внимание, петунь иногда среди них сажают. Петунь для розы слишком проста. И под розы очень тяжело подобрать партнера. А вот лабелия, если как бы под цвет, оттеняет, но она так более-менее неплохо смотрится. Даже если ей не под розы, она все равно создает вот такой ковер красивый. Мне эти растения очень нравятся. А это я просто вытащила, когда доставала лабелию. Вот у нас картошка с тех времен осталась. Мы сажали картофель на рассаду. Тоже было такое время. И вот у меня остались две пачки. Знаю, как растет картофель. Не знаю. Опять же, если сажать картофель, он еще капризнее, чем помидоры. И это нужно время, конечно, выбирать попозже. Теперь посмотрите. Вот, смотрите, какие гиацинты. Я обещала, что мы будем наблюдать за ними. И вот, между прочим, наведи на меня. Вот здесь, среди гиацинтов, я же говорила, я тут сажала тюльпаны и крокусы. Тяжелый, конечно, коробок, потому что здесь земля с огорода. Перемешку с тарфосмесью. И вот, представляете, выросла вот эта вот штука. Я все время думала, что же за такой тюльпан с такими листьями. Как-то на тюльпан он не похож. Пока сегодня не зашел мой муж и не сказал, ты зачем сюда чеснок ваткнул? Представляете, я оторвала кончик листика и оказалась, что это и правда чеснок. Видимо, та земля, которая попала в огороды, может быть, здесь была семечка чеснока, вот эта бульбочка. Ну, в общем, вот среди моих этих растет чеснок, среди моих гиацинтов. И вот такая у меня зимняя клумба с чесноком. На этом я с вами прощаюсь. В следующий раз я вам покажу, как мы посадим вот эти все семена, которые я купила. Как мы сделаем фитили на наши горшочки. Кстати, сегодня там продавались еще гаторфяные горшочки, но я лично их не люблю. Мне кажется, они все равно плохо размокают от влаги, когда сажаешь растение в грунт, в этом горшочке. Очень тяжело он размокает. И я предпочитаю лучше, вот я в контейнер буду сажать. Горшки я не люблю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова